приветствую всех любителей древнего города стамбула сегодня вас ждет очередное путешествие прошлое надеюсь вы мои зрители получите удовольствие от прогулки а лучшая поддержка от вас это лайк и подписка сегодня мы посетим наверное самое помпезное и богатое место в городе оно такое необычное что бывает здесь и я всегда удивляюсь что это тоже стамбул уж слишком этот дворец не свойственен турецкой культуре в свое время его строительство вызвало недовольство у населения империи которые в то время переживала не лучшие времена и считала что султан занимается расточительство тратя тонны золота серебра на строительство своей резиденции зато в наши дни дворец привлекает миллионы туристов неплохо пополняя казну страны сегодня мы сюда пришли не просто так 10 ноября день памяти отца турков ата-тюрка того кто поставил точку в османской империи устранил халифат и развернул страну к западу тогда впервые заговорили о равных правах мужчины и женщины было запрещено многоженство женщины получили право на развод могли учиться голосовать появляются гражданские и уголовные кодексы появляются фамилии меняется алфавит с арабской вязи на латиницу пятница перестает быть выходным а всем жителям рекомендуется ношение европейских костюмов и платьев отец турков мустафа кемаль сто лет назад совершил казалось совершенно невозможное провозгласив турецкую республику развернул страну в сторону развития которое было совершенно не свойственно я бы даже сказала чуждо турецкому обществу он стал строить светское государство на обломках халифата и шариата в этот день в 9 часов 5 минут умер лидер турецкого народа прошло 83 года но до сих пор в республике его почитают до сих пор в этот день взрослые дети плачут вспоминая кемаля словно это было не в далеком 1938 году я не знаю ни одной страны где так долго живет боль в сердцах людей от потери своего лидера как мне кажется это уникальное явление а то тюрк провел здесь в этом дворце свои последние дни сегодня мы зайдем в комнаты где он жил работал и где он умер дворец долма бахче в этот день всегда многолюден пресса телевидение журналисты политические деятели государственные чиновники с раннего утра собрались чтобы ровно в девять часов пять минут почтить минутой молчания первого президента турецкой республики туристам в этот день вход также разрешен многие из которых недоумевают что происходит почему здесь так много камер высокопоставленных гостей и детей по традиции в этот день школьников приводят кровати где умер ата тюрк с детства прививая любовь к великому лидеру конечно есть и другая сторона медали есть те кто не одобрял его политику и тогда и сейчас но сегодня я не буду касаться этой щепетильной темы немного хочу затронуть историю самого дворца почему султаны покинули дворец топ копы дворец своих великих предков фатих султана яву султана сулеймана великолепного и перебрались сюда причем в то время когда казна империи была почти пустой а действующему султану пришлось кланяться перед западными банками увеличивая и без того немалый долг в конце 19 века мир изменился теперь лидеры стран стали посещать друг друга с официальными визитами влиятельные богатые бизнесмены банкиры добивались аудиенции у султанов с коммерческими предложениями стабул всегда был интересен для коммерция или выражаясь современным языком для инвестиций дворец топ копы в котором жили султаны банально устарел он был слишком скромным слишком маленьким не было даже столов стульев и кроватей где заседать с послами если нет столов и стульев куда укладывать спать знатных гостей османская империя в то время уже не была такой влиятельной чтобы султан мог позволить себе восседать на троне в то время когда послы не имели права даже присесть на маленькую подушечку они стояли скромно опустив голову ожидая решения их вопроса скорее это были почти всегда просьбы к султанам 15 16 18 веков шли с просьбами а вот в 19 веке уже падишах и османской империи больше просили поэтому назрела необходимость построить дворец от которого у европейцев дух бы захватила хотелось прошлого величия и влияния но даже такой богатый новый дом для султана и его жен гарем конечно же тоже переехал из топ копы сюда не спас от краха великую османскую империю однако как человек из современной эпохи скажу хорошо что его все-таки построили это настоящая жемчужина на берегу босфора это место пытались обжить еще во времена византии до того как османы завоевали стамбул здесь по некоторым историческим источником был православный монастырь с небольшим лиманом после завоевания константинополя первый небольшой павильон здесь построил дед сулемана великолепного затем и сам сулеман построил небольшой домик для отдыха после охоты недалеко от этого места сын сулемана великолепно василим тоже любил любоваться босфора на этом берегу но больше всего это место полюбил ахмед 1 тот что построил вернее сказать тот по чьему приказу была построена голубая мечеть на площади султан ахмед уж не знаю что ему так понравилось на этом берегу но он приказывает засыпать его так как в то время этот берег был болотистым из-за реки которая впадала босфор ахмед решил высушить этот болотистый лиман однако ахмед первый умер совсем молодым и не успел закончить свой бизнес проект его затею закончил другой султан молодой эсман в начале 17 века молодой эсман ввел закон согласно которому все проплывающие корабли обязаны на берег от привести землю то есть если ты хочешь проплыть в этом месте ты обязательно сюда должен привести тонну земли вскоре болотистый берег удалось полностью высушить засыпав землей а в народе он получил название долма бахче что означает заполненный наполненный участок однако до середины 19 века султаны имели здесь лишь небольшие павильоны приезжали сюда на пару дней отдохнуть так сказать от своих государственных дел но все еще продолжали жить во дворце топ копы 1856 году был достроен дворец который мы сегодня видим его также стали называть долма бахче как и участок на котором он стоит для того времени это был невероятно роскошный дворец 243 комнаты 60 больших приемных залов никогда еще правители османской империи не жили так дорого богато и красиво с этого года султаны поселились здесь на постоянной основе то есть этот дворец стал их официальной резиденции думаю здесь им не стыдно было принимать послов а дворец топ копы постепенно стал приходить в упадок нужен ли был такой богатый дворец конечно же нет 400 лет правителя османской империи чья казна была доверху забита золотом и драгоценными камнями среди которых были совершенно редкие даже для того времени камни обходились одной максимум двумя комнатами в одной проводили время днем в другой спали великий сулеман великолепный от чего ими не содрогался весь мир жил предельно скромно в этом дворце и гарем удивляет своей ненужной роскошью в следующий раз мы обязательно зайдем гарем куда переехали потомки хюрем и к 7 султан первый президент турецкой республики ататюрк устранившие султанат видимо тоже полюбил этот берег босфора и богатый дворец так как много времени проводил здесь фактически жил в этом дворце последний день в своей жизни он провел в комнате номер 71 скоро мы туда зайдем там все осталось нетронутым интерьер в котором жил ататюрк не изменился таким образом жители республики как бы говорят для нас он всегда живой и эта комната навсегда останется его здесь время остановилась на 9 часов 5 минутах каждый год 10 ноября дети взрослые старики приходят в эту комнату почтить память своего лидера приносят гвоздики который так любил ататюрк на стене сотканный портрет который подарили ему еще при жизни на тумбочке часы которые показывают время смерти эти часы подарил ататюрку его друг напротив кровати на стене висит картина русского художника четыре времена года долгими бессонными ночами когда он болел ататюрк любил смотреть на эту картину через несколько минут после смерти кемаля ататюрка в соседней комнате раздался выстрел нарушивший гробовую тишину салих базок был другом детства ататюрка они родились в один год вместе учились в школе а позже он стал главным адъютантом мустафы кемаля в тот день салих не отходил от кровати умирающего друга молился чтобы болезнь отступила когда же он понял что ататюрк мертв просто обезумел от горя и отчаяния он всегда говорил что умрет в один день со своим другом и командиром через минуту после того как сердце ататюрка перестала биться салих не задумываясь вышел в соседнюю комнату направил пистолет себе в грудь и выстрелил но пуля прошла в нескольких миллиметрах от сердца верный соратник и друг прожил еще три года успев написать воспоминания о кемале ататюрке его дочь до конца жизни носила на груди пулю в виде кулона пулю которая должна была оборвать жизнь отца не желавшего оставлять своего лучшего друга и в загробной жизни когда вы слышите слово дворец то наверняка представляете именно такую роскошь поэтому старый дворец султанов топ копы где значительно все скромнее часто разочаровывает гостей города зато что здесь можно насытиться королевской роскошью по-настоящему во дворце хранится самая богатая в мире коллекция хрустальных люстр 600 картин маслом в том числе 23 картины ивана айвазовского архитектура сочетает в себе классические стили неоклассические рококо барокко и османские в этом роскошном богатом месте успели пожить шесть султанов и один президент хочется долго стоять и смотреть на эту красоту который в этом роскошном году привязала я на песне трех друзей в которой она не тяжелая и знала не вместить что она не еще не в этом роскошном concer't и не в этом роскошном не в этом роскошной а потом все смерть первого лидера турецкой республики овеяна тайной в первом отчете подговорю airlines готовленном после смерти. Причина смерти была указана как скопление жидкости в брюшной полости. А во втором отчете в качестве причины было показано воспаление печени. Между отчетами есть серьезные противоречия. До сих пор вопрос, есть ли скрытая правда, остается открыт. Хоть Ататюрк и устранил султанат, халифат, хоть ему и были не по душе некоторые традиции и устои османского общества, он все-таки был западного склада человеком, хотел Турцию видеть современной, без религиозных строгих запретов в том числе. Готовы ли были жители к таким реформам, к таким кардинальным переменам, спорно. Но Ататюрк был настроен серьезно и даже запретил носить старомодную, как ему казалось, одежду. Он до сих пор считается одним из самых стильных мужчин, которые когда-либо жили в Турецкой республике. Несмотря на все это, у Ататюрка есть много общего с султанами, особенно с Фатих султаном, с тем, кто завоевал Стамбул. Как и Фатих, Ататюрк открыл новую страницу в истории. Султан поставил точку в истории Византии, а Ататюрк поставил точку в истории Османской империи. Оба подарили Стамбул туркам. В 1453 году Фатих его завоевал, а в начале 20 века Ататюрк его освободил от иностранных интервентов. А турецкий народ бесконечно благодарен и Фатих султану, и своему великому лидеру Мустафе Кемаль Ататюрку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok